здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию нимфочку которая очень удачный вариант такой как вот это вы видите это личинка веснянки но это несколько сложный вариант мы с вами будем изготавливать вот такой вариант который тоже себе хранит собирательный образ но в большей степени это личиночка напоминает личинку стрекозы материалы понадобятся самые обыкновенные те которые как говорится у нас под руками мы возьмем обыкновенный крючок 8 10 номер посмотрите по размеру своего пера и я одел вот такую блестящую латунную бусинку белую ее можно менять цвет от черной до красной и золотистой в зависимости от этого у нас и будет предпочтение какой-либо рыбы вот в таком варианте помимо окуня еще не брезгуют и карась установили иголочку в тиски обыкновенную сделаем парочку оборотов по игре чтоб нам было удобно работать взяли вот так перышко подобрали все сколько нам необходимо вот допустим нам столько хватит и в этой точке подхватываем теперь наше перо буквально парочки оборотов вполне будет достаточно зажмем чтобы не вращалась наше перо удерживаем натяжку и здесь теперь выполним завершающий узел нашему зла вязан вот так подтянем подровняем снимаем теперь с иглы и посмотрим какой у нас вышел хвостик вот такой в принципе это величины нам будет достаточно нам теперь на место крепления нанесем капельку клея и будем приступать к вязанию нашей мушки в качестве добина я буду использовать серый цвет подшерстка которая вычесал со своего кота можно использовать оливковый серый коричневый тот оттенок который у вас преобладают ваши личинки в природе они доходят даже до черного цвета поэтому если вы сделаете как я предлагаю вам нейтральный цвет то вы ни в чем не ошибетесь вот наша перышко склеилась как вы видите здесь уже у нас готов изгиб поэтому я подобрал так перо чтобы можно было не проклеивая сразу его вот так по величине крючка здесь закрепить следим за тем чтобы у нас перышко было закреплено строго строго вот так поверху отпустим проверим вот где-то так если вы видите что допустим величина вашего хвостика будет несколько большая можно вот так взять перо держателем или ноготочками немножко подтянуть вполне достаточно нанесем капельку клея на место крепления и здесь же закрепим с вами я подготовил обыкновенная вот такое перышко домашней курицы который будет у нас имитировать лапки но прежде чем друзья закрепим эти элементы нам необходимо поверху закрепить чехольчик я его возьму моего вернее изготовим из вот такого кусочка полиэтилена обыкновенного упаковочного полиэтилена если у вас есть в наличии пленка выполнена из силикона пожалуйста это даже приветствуется больше я не утяжеляю свою нимфу потому что достаточно забросить будут ультралайтом лишнее утяжеление для нахлыста нам не нужно поэтому ее можно утяжелять значительно больше но в этом пока у нас нет необходимости подхватим перо чтобы она у нас не прокрутилась при дальнейшем крепление материалов вот так вернем обратно нашу нить вместо крепления здесь теперь закрепим наши элементы проверили все нас устраивает и окончательно подхвате и теперь спокойно крепим наше перышко годится для привлекательности я немножечко обмотаю у меня есть по остаткам вот такой люлекс голографический но можно его и не применять это на уст ваше усмотрение все теперь берем изготавливаем даббинговую нить и наше тело формируем его желательно изготовить так чтобы она была жирненькая пышная но и в то же время не сильно рыхлая поэтому даббинговую нить желательно изготавливать несколько поплотнее подойдет любой практически сюда даббинг кролик хороший мелкий мех песца потом я как-то буду изготавливать я вам покажу продаются наборы пряжи магазине они штапельные очень удобно работать с этой пряжей практически заменяет любой даббинг какой нам необходим мы с вами изготовили тело оставили несколько миллиметров возле шарика для клепки для крепления других элементов и теперь я промотаю немножечко нашим люлексом придадим небольшую привлекательность закрепили и теперь берем наше перышко и равными шагами так чтобы вышла три-четыре оборота нашим пером сформируем как бы лапки которые есть у нашего насекомого если как вот у меня вышло что величина пера несколько больше чем мне необходимо можно спокойно будет потом взять эти лапки подрезать и сделать той величины которая нужна будет нам дошли до колечка здесь закрепим наше перо так как у нас спинка должна быть несколько темнее я чтобы дольше держалась краска на нашем на нашей нимф очки я возьму подкрашу сам полиэтилен прежде чем я его буду подворачивать черным цветом можно коричневым черным как вы как вам захотит за как вы захотите то есть это большой роли здесь цвет не играет главное чтобы было несколько темнее и теперь давайте уведем вот так слегка намочил пальцы волоски и вот так накроем сверху до шарика нашей пленкой следим за тем чтобы она у нас не ушла ни влево ни вправо подровняемые вот так чтобы не выполнять как я уже говорил несколько раз одну и ту же работу давайте мы с вами нанесем капельку клея на нить и сделаем завершающий узел как вы видите у нас несколько многовато лапок поэтому мы с вами все которые идут снизу перышки возьмем сейчас подрежем уведем вот так бородочки назад и снизу аккуратненько подстрижем и на косую подровняем наши лапки вот и все друзья как вы видите хвостик у нас будет очень подвижен при намокании лапки у нашей личиночки есть огрузка тоже можно будет потом взять еще дополнительно подкрасить спинку вот так как вы видите очень просто но уловистая приманочка будьте добры еще внимательны к тому что щука тоже периодически бывает нападает на нашу приманку также можно поймать карпа карася как я уже говорил благодарю за внимание до скорых встреч